С 1 июля в ЛНР одновременно со всеми субъектами Российской Федерации после полуторагодового перерыва проводится плановая индексация тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщает телеграм-канал правительства республики. Рост тарифов для населения на территории ЛНР составит. Электроэнергия вырастет на 16,7%. Услуги теплоснабжения на 8,1%. Холодное водоснабжение дорожает на 9%, а водоотведение на 6%. За мусор будем платить на 4,7% больше. Розничная цена на природный газ, реализуемый населению республики, приведена в соответствие с законодательством Российской Федерации и установлена с 1 июля по направлениям использования газа в едином размере 5 115 рублей 85 копеек за 1000 кубических метров с НДС, вне зависимости от объемов его потребления. Оплата услуг по тарифам, которые вступают в силу с 1 июля, начнет взиматься в августе 2024 года. При этом в Комитете тарифного и ценового регулирования ЛНР сообщили, что в результате изменения тарифов на коммунальные услуги средний рост ежемесячного платежа составит до 10%. И подчеркнули, что если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 15% в совокупном ежемесячном доходе семьи, граждане имеют право на компенсационные выплаты, для оформления которых необходимо обратиться в филиалы Республиканского центра социальной защиты населения. Новости телеканала «Луч». Жителям ЛНР, чьи дома и квартиры пострадали или были разрушены в ходе боевых действий, предоставляется компенсационная выплата в денежном выражении. Мера социальной поддержки предоставляется в случае повреждения или утраты жилых помещений в многоквартирном доме, повреждения или утраты объектов индивидуального жилищного строительства, частичной или полной утраты имущества первой необходимости. Под имуществом первой необходимости понимается минимальный набор непродовольственных товаров общего, общесемейного пользования, необходимый для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, и включает в себя не менее трех предметов первой необходимости. К предметам первой необходимости относятся предметы для хранения и приготовления пищи, холодильник, газовая плита, электроплита, шкаф для посуды, предметы мебели для приема пищи, стол и стук, табурет, предметы для сна, кровать-диван, предметы средств информирования граждан, телевизор, радио, предметы средств водоснабжения и отопления, насос для подачи воды, водонагреватель, отопительный котел, переносная печь. Постановлением правительства Луганской Народной Республики от 17 мая 2024 года номер 113 увеличен размер компенсационной выплаты. За поврежденное жилье с 7 тысяч рублей до 10 тысяч рублей за один квадратный метр, за утраченное жилье с 35 тысяч рублей до 45 тысяч рублей за один квадратный метр. Меры социальной поддержки за имущество первой необходимости остаются без изменений. За частично утраченное имущество первой необходимости 50 тысяч рублей, за полную утрату имущества первой необходимости 100 тысяч рублей. Вышеуказанные меры социальной поддержки не предоставляются гражданам в случае, если гражданин уже ранее получил денежную выплату за счет средств бюджета Луганской Народной Республики. Гражданам, чьи дома и квартиры пострадали или были разрушены в ходе боевых действий, необходимо предоставить в органы социальной защиты населения следующий пакет документов. Заявление. Копию паспорта гражданина Российской Федерации и документа, подтверждающего регистрацию пострадавшего лица. Обращу ваше внимание, что копии документов предоставляются с предъявлением оригиналов. Также необходимо предоставить копию паспорта члена семьи, документа, подтверждающего регистрацию члена семьи по месту жительства в утраченном поврежденном жилом помещении, копию свидетельства о рождении ребенка либо детей, копии документов, подтверждающие право собственности на поврежденное или утраченное жилое помещение, либо копию документов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для государственной регистрации права собственности на утраченные жилые помещения. Официально заверенную копию решения суда об установлении факта постоянного проживания в утраченном или поврежденном в результате боевых действий в жилом помещении предоставляется в случае отсутствия у члена семьи постоянной регистрации по месту жительства в утраченном поврежденном в результате боевых действий в жилом помещении. Данное решение не требуется для детей гражданина возрастом до 14 лет. Копия документов, подтверждающих отнесение лица к членам семьи, копия акта, содержащего данные об утрате повреждений жилого помещения, составленного органом местного самоуправления с указанием повреждений в случае, если такое обследование было проведено до даты подачи заявления при наличии. Обязательства о безвозмездном отчуждении жилого помещения либо жилого помещения и земельного участка, на котором оно расположено, муниципальную собственность. Реквизиты банковского счета пострадавшего лица. Лицам, не являющимся собственниками, но имевших регистрацию по месту жительства в утраченных жилых помещениях, для получения выплаты необходимо дополнительно предоставить документы, подтверждающие сведения об отсутствии или невозможности присутствия собственника данного жилого помещения. Гражданам, утратившим имущество первой необходимости, необходимо предоставить заявление, копию паспорта Российской Федерации и документа, подтверждающие регистрацию пострадавшего лица, копию свидетельства о рождении ребенка либо детей, копию документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение. Для собственников жилого помещения необходимо предоставить копию документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение, реквизиты банковского счета. В случае, если гражданин не может по какой-либо причине лично подать заявление, от его имени может выступать представитель, уполномоченный действовать от лица заявителя в силу законодательства Российской Федерации или действующий на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации. По вопросам реализации получения мер социальной поддержки гражданам, чьи жилые помещения были утрачены или повреждены в результате боевых действий на территории Луганской Народной Республики, а также гражданам, утратившим имущество первой необходимости в результате боевых действий, необходимо обратиться в кабинет номер 16 филиала номер 13 Государственного казенного учреждения Луганской Народной Республики Республиканский Центр социальной защиты населения в городе Красный Луч, расположенного по адресу Луганская Народная Республика, город Красный Луч, улица Карла Маркса, 21. Телефон для справок 201-97. На летних каникулах дети часто остаются без контроля и внимания взрослых. Чрезмерное любопытство, беспечность, доверчивость, неосторожное поведение детворы иногда может привести к беде. Чтобы ребята провели каникулы с пользой, были здоровыми и невредимыми, побеседуйте с ними, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь. Если ребенок остается один дома, он должен знать, что он в безопасности за закрытой дверью. Главное правило – чужим не открывать. Под видом почтальона, слесаря, работника ЖЭКа в квартиру могут проникнуть злоумышленники. Ребенок должен знать, что нельзя вступать с ними в разговоры. А если незнакомец пытается открыть дверь, срочно звонить в милицию, а потом открыть окно или балкон и громко звать на помощь. Если ребенок играет на улице без присмотра родителей, он должен обязательно знать следующее. Нельзя уходить куда-то с незнакомыми людьми, садиться к ним в автомобиль, какой бы предлог они ни назвали – показать дорогу или угостить мороженым. Не верить незнакомцу, даже если он говорит, что знает его родители, обещает что-то купить или подарить. Если незнакомый человек настойчив, пытается увезти, ребенок должен вырываться, убегать, громко кричать и звать на помощь. Не стесняясь подходить к прохожим, внушающим доверие и просить их защиты. И убедите своего ребенка, что о любом подобном происшествии, о своих страхах надо обязательно рассказывать вам. Родители, в свою очередь, никогда не должны пренебрегать детскими опасениями, даже если кажется, что они мнимые, и постоянно контролировать, где и с кем находится ребенок. Вам поступает звонок с неизвестного номера. Представляются сотрудником банка или правоохранительного органа. Стоп! Это могут быть мошенники. Вы подавали заявку на кредит. Она одобрена. Добрый день. С вашего счета был сделан перевод. Подтвердите его. Вашим счетом пытаются воспользоваться мошенники. Вы обязаны помочь. Прекратите разговор. Перезвоните в банк и уточните информацию. Будьте бдительны. Не дайте себя обмануть. Продолжение следует... Продолжение следует...